До премьеры спектакля «Охота жить» в Саровском романтическом театре осталось пара дней. Режиссер Александр Гришин собирает труппу, последний раз проходит по правкам, дает пояснение актерам. В нашем городе он работает первый раз. Одна из актрис нашего театра, Владимира Петрик, учится в ГИТИСе, как раз на курсе Александра Гришина. Она и порекомендовала его в качестве постановщика. Так все и завертелось. У вас прекрасное старшее поколение, просто замечательное. Я не перестану это говорить, не перестану удивляться. Вчера на прогоне, который мы делали, я плакал. Такое редко бывает вообще. Когда вдруг артисты настолько взрослые, знают, о чем они говорят, что они говорят, что они делают, как они это чувствуют. Все изумительное. «Охота жить» – спектакль, собранный из шести рассказов Василия Шукшина. В каждой истории есть некий отзвук, другой. В этой постановке сталкиваются два мира, и каждый из них хочет жить. Я не даром выбрал название спектакля «Охота жить», потому что каждый из нас очень хочет жить, но каждый из нас к этому желанию идет по-разному. И разными способами добивается этой жизни. Вот, в принципе, об этом спектакле. Здесь нет привычных «Актер такой-то играет персонажа такого-то». Александр не хотел, чтобы артисты играли чудиков, странных людей. Герои – это мы в предлагаемых обстоятельствах. Те взрослые артисты, которые могли бы попасть в эти обстоятельства, и, скорее всего, что они в них находились, мы разговаривали с ними. Какие-то есть схожие абсолютно вещи. Там у Наумова, Антоли Викторовича, дед играл на балалайке, и там, в принципе, такая история была достаточно похожая. И там нет, я бы не хотел, чтобы были персонажи. Спектакль «Охота жить» зрители увидят уже 17 сентября, а для лиц старше 16 лет. А что еще готовит нам театр в этом сезоне, его директор Марина Першина и завлит Ольга Логинова рассказали в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Смотрите на канале «16», «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».